Альянс Удальцова с Зюгановым. В эти минуты в Москве в информационном агентстве Росбалт проходит пресс-конференция лидера Левого фронта и главы КПРФ. На ней должно быть подписано соглашение между двумя политиками. Соглашение, которое уже называют историческим. Удальцов обещает поддержать Зюганова как кандидата на главный пост в стране. Корреспондент Дождя Алексей Камонин находится сейчас там и выходит на прямую связь со студией. Леша, подписи уже поставлены, но неужели Зюганов согласился на роль технического президента в случае победы? Алексей? Здравствуй, Таня. Добрый день. Я в первую очередь спрошу, хорошо ли меня слышно? Отлично слышно. Да, меня слышно. Замечательно. Да, действительно, подписи поставлены. Зюганов и Удальцов назвали этот момент историческим. Вот я сейчас вышел из зала стресс-конференции, у дверей Росбалта ставим информационного агентства. К сожалению, не можем оттуда включиться, но зато вот на моем фоне можете видеть машину с синей мигалкой БМВ Зюганова. Хоть какая-то вам будет картинка. В общем-то, Зюганов согласился выполнить четыре главных требования, которые ему выдвинул Левый фронт, если он хочет сотрудничать с Удальцовым. И, в общем-то, я эти требования могу сейчас назвать и потом скажу, какое единственное требование осталось еще не согласованным. Итак, Зюганов после сегодняшнего соглашения, которое уже подписано, обязуется публично поддержать все требования граждан, выдавшие на массовых акциях протестов, которые были на проспорте Сахарова и на Болотной. Кроме того, в течение года он обещает реализовать коренную реформу избирательного законодательства, а также законодательство о политических партиях и общественных организациях с учетом всех требований, тоже выдавших партий. Но это в том случае, если он победит. Обещает созвать Конституционное собрание для внесения необходимых изменений в Конституцию и не позднее марта следующего года уйти в отставку с поста главы государства и обеспечить проведение досрочных президентских и парламентских выборов на основе нового законодательства. Ну вот как раз последний пункт, как признался Сергей Дальцов, по-прежнему еще до конца не урегулирован. Год нужен Зюганову на то, чтобы сделать все эти необходимые преобразования, уйти в отставку или два года. Вот сегодня после этой пресс-конференции они обещали продолжить это обсуждать. Кроме того, объявили о том, что 27 числа будет собственный митинг на Манежной площади у Зюганова. Видимо, уже согласованы, куда они хотят пригласить всех, кто готов присоединиться к их единой оппозиционной коалиции, в уголе которой, видимо, поставить хотят Зюганова. Ну и сейчас они перешли к вопросам журналистов. В общем, один из первых вопросов, который был задан Зюганову, не боится ли он участи Сергея Удальцова. Ну, видимо, имеется в виду постоянное просиживание в СИЗО. На что Зюганов ответил, что он на своем веку уже много раз посидел и был судим, и ничего не боится. Вот, в общем-то, и все, что произошло здесь к этой минуте. Леша, а были вопросы ли к Удальцову? Не боится ли Удальцов и его команда, что Зюганов их просто обманет? Вы знаете, Удальцов и Зюганов демонстрировали такие дружеские отношения перед журналистами, что такого сомнения даже не закралось, никто не спросил Удальцова об этом. Наоборот, постоянно Удальцов говорил о том, что вот в то время, как он месяц провел в тюрьме, постоянно представители КПРФ и Зюганов созванивались с ним и оказывали поддержку в разные трудные дни и до этого. И в дальнейшем сказали, что они именно не боятся ничего, потому что они будут друг друга поддерживать. Видимо, никаких сомнений друг к другу у них нет. Спасибо, Леша, Алексей Камынин, об удивительном благодушии лидера Левого фронта и главы КПРФ, которые подписали сегодня соглашение.